Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель — предупредить вас об этом. Спасибо. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями — случайный. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обсудим курс Нандролона соло. В частности, я буду, наверное, больше подразумевать Нандролон да Кнад как самый распространённый. Но, в принципе, можно и другие виды Нандролона тоже под этим выпуском подразумевать. Частый вопрос, вот уже, наверное, который... Ну, как частый? Третий, четвёртый раз человек пишет, а что, если я буду делать соло Нандролон? Почему люди не делают, соответственно, его соло? Все предлагают миксовать с тестостероном и прочее. Дорогие друзья, вот я так издалека немножко начну. Понимаете, как получается? Кто рекомендует миксовать с тестостероном? Чаще всего люди, заинтересованные в наборе мышечной массы. Для кого мышечная масса является всё-таки приоритетом курса? Так курс будет эффективней, потому что воздействие на разные рецепторы, специфика вот этой перемешки препарата, она здесь работает, потому что Нандролон, вспоминаем, это именно то вещество, которое выделяется у беременных во время беременности. И получается, вы разные метаболические пути воздействия, разные немножко рецепторы задействуете. То есть, с одной стороны, организм говорит, я беременна, и с другой стороны, организм говорит, я мужик. Ну, тестостерон говорит, я мужик, Нандролон, я беременна. Это если так шутить. Если более серьезно, соответственно, к этому отнестись и объяснять, то вот мы снимали выпуск с чемпионом мира, с Андреем Шокином по бодибилдингу. Он рассказывал, что он спокойно пару месяцев набирал соло на Нандролонда Кнате. Замечательно прогрессируя, ничего при этом не было. Почему? Потому что он сдавал анализы. Потому что он следил самое главное про лактин и страдиол здесь уловить. Также, соответственно, можно поглядывать и холестерин, ну, просто чтобы не было каких-то заболеваний и так далее. Если у вас есть гипертония, смотреть на АТРИ все же. Вот. И вообще, смотрите анализы. Я делал выпуск про Нандролонда Кнат. Наверное, ссылочка будет в конце. Как всегда, вот я делаю похожие видео, вот когда играет заставка, и там вот ссылка появится на Нандролон. Можете посмотреть, каким проблемам приводит Нандролон, чтобы я сейчас не повторялся. И дифференцированно сдавать только эти анализы. Вот. Потом, соответственно, любой курс препаратов, ну, то есть это вот, допустим, мы берем там тестостерон и три ведра каких-то там условных препаратов, неважно, он требует некого чередования, да. То есть я не встречал, по крайней мере, профессиональных культуристов, чтобы они использовали, к примеру, там тот же Солон, Нандролонда Кнат целый год. Или там полгода, вот курс длится только из Нандролонда Кната. Всегда идет так называемая гормональная игра, под которой подразумевается чередование препаратов. Потому что пошли побочные эффекты на препарат. Вы что-то убрали или что-то добавили. И вот постоянное, постоянное чередование препаратов позволяет получить минимальный побочный эффект. Поэтому я считаю, если вы среднестатистический такой пациент без особых заболеваний каких-то глобальных, то если вы где-то от одного до двух месяцев соло побудете на курсе Нандролонда Кната, ничего с вами не случится при условии обязательной сдачи всех анализов, которые я уже в своем выпуске предыдущем озвучивал. Вот. Ничего плохого в этом нет. И вот, пожалуйста, Андрей рассказывал, что у него не было даже, да, то есть даже было увеличение либидо, да, потенции. И у него не было никаких проблем с тем, чтобы там вот эти докодики, которые там придумали ловить. Да, докодик имеет место быть. Это не что-то выдуманное, просто это сигнал того, что вы что-то явно делаете неправильно. Ну вот уже конкретно вы упустили какой-то из анализов, чаще про локтин. Вот. Поэтому все в ваших руках. Нет запретов на Нандролона соло. В медицине его используют соло, кстати говоря. Вот. Замечательно для суставов. Однако вот опять же, люди, которые решили полечить поясницу, там решили полечить грыжу, они вводят Нандролон, неважно соло или вместе с тестостероном. И вот что, например, происходит. У вас при грыже образуется местный отек, который вы не видите, но он есть. И получается с одной стороны грыжа, с другой стороны отек, между ними корешок нервный. Что будет, если ввести Нандролон? Он увеличит задержку жидкости, и тем самым боли в спине только увеличатся. То есть, может быть, регенеративную функцию на костную систему он будет нести, но отек-то он увеличивает. Поэтому при тех же грыжах нужно дозированно относиться к приему Нандролона. Может быть, и пройдет, если грыжа была не в рецидиве, но если была в рецидиве, то, скорее всего, можно получить обратный эффект. Приятно. Опять же, все зависит от динамики развития образования. Если вы уже входили в ремиссию в кололе Нандролона, отека там уже было мало или пропал совсем, предположим, после употребления противовоспалительных препаратов, то в таком случае, соответственно, будет замечательно, просто плюсом к тому, чтобы вы этот, соответственно, препарат далее вводили, потому что все вот эти костные структурные нарушения от остеохондроза и заканчивая там остеопорозами и так далее, они все-таки профилируются Нандролоном. Потом, кому показан еще курс СОУ Нандролона с точки зрения медицины? Это людям, конечно, которые прошли лечение кортикостероидными препаратами. Тоже нужно, соответственно, при наличии отеков, может быть, дополнительно назначать дюретики, потому что кортикостероиды вызывают постозность и дополнительные отеки. Но, тем не менее, Нандролон нивелирует негативный эффект кортикостероидов. Вот. Значит, далее. Люди, которые прошли, соответственно, лечение антибиотиками, и не один курс. Что у нас происходит здесь? Здесь может быть воспалительный процесс кишечники в результате вот этого длительного синдрома избыточного бактериального роста или длительного синдрома, соответственно, дефицита нормобиоты. Если мы вводим Нандролон, мы, во-первых, снимаем воспаление в кишечнике слегка, во-вторых, мы стелляльную ткань в кишечнике отращиваем. И это есть в инструкции к Нандролону. Способствует увеличению количества эпителляльной ткани. Вот. Для нас это очень важно. Поэтому, соответственно, Нандролон замечательный препарат в плане такого профилирующего широкого профилактики различных заболеваний различного генеза. Но это не значит, что его надо применять без сдачи анализа. Это не значит, что его надо колоть всем подряд. Все равно все мы смотрим на все есть свои показания. И на все есть свои дозировки и так далее. Единственное, чем здесь следует оговориться, безусловно, количество мышечной массы и качество мышечной массы, набранной на Нандролоне Соло, будет коррелироваться с количеством мышечной массы, набранной с тестостероном, в перемешку с другими препаратами. Поэтому с точки зрения бодибилдинга, это все равно как бы слабовато может получиться. Но Андрей Шокин пример тому, что даже на Нандролоне Соло можно стать чемпионом мира, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok